Так, значит, вопрос такой. Инна, хотела спросить. Ты не боялась поначалу общаться с native speakers? Да, то есть те, кто как бы на родном английском говорит. В том плане, что ты не можешь объяснить, что хочешь, или тебя не поймут. Не сможешь объяснить то, что хочешь, или тебя не поймут. И все ли ты понимала, когда они говорили? И сейчас ты все понимаешь при разговоре, или все-таки иногда приходится догадываться? Спасибо, Наташенька, за вопрос. Моя хорошая подписчица тоже спрашивает. Значит, смотрите. Я скажу так. Во-первых, у меня есть видео о моем английском. Я его вставлю, ссылочку вам сюда его. В конце, кто смотрит на компьютере, сможет прям нажать на это видео про мой английский. Там очень подробно я долго рассказываю, какой он у меня был с самого детства. Как мой английский вообще язык формировался у меня. Могу сказать так. Что касается вначале, это был просто кошмар. То есть, я повторюсь, потому что, когда вы посмотрите это видео, вы все поймете, какой у меня английский, и как с этим вопросом обстоит дело. Но на то видео я давала ответ где-то года два назад. С тех пор, как бы, конечно, он улучшился еще. Именно разговорный. Значит, когда я приехала, у меня не было страха, что я не пойму. Потому что, ну, естественно, понятно, что я эмигрант, и канадцы стараются, то, что называется native, да, те, которые вот канадцы, канадцы прям, они не понимают, как бы, что человек приехал, что человек не знает, не всегда понимает и так далее. Поэтому они говорят на простом английском, очень, как бы, ну, медленно и понятно. Особенно, когда они понимают, что они с новоприбывшим разговаривают. Поэтому у меня не было какого-то страха, и у меня не было ситуации, в которой бы мне что-то сказали, а я чего-то не поняла. Слава Богу. Ну, и не было такой ситуации. То есть мне не нужно было там как-то резко на работу идти, на какую-то там профессиональную. Конечно бы, тогда бы это не было так просто. Но на том уровне бытовом, в котором мне нужно было снимать квартиру, общаться там в садике, в каких-то инстанциях, там в поликлиниках и так дальше, мне этого вполне хватало. Проблема была в другом. Проблема была в том, я могла сказать, что мне нужно. То есть я знала те слова, которые мне нужно было сказать, я их знала. Но в момент, когда мне их нужно было произнести, я была как просто собака, тупая собака, блин, которая все понимает, сказать не может. У меня вдруг длился иврит. Мне хотелось на иврите отвечать. И вот в нужный момент, вот я знаю, что я это слово знаю, но, например, там я не знаю, какое это слово, неважно какое. И вдруг оно у меня в коробочке моей потерялось, я не могу его вытащить из головы и в нужный момент его сказать. То есть у меня фраза в голове, что кажется, вот сейчас я отвечу, то есть я понимаю, что он говорит, мне даже не то, что там он говорит, я в голове перевожу, и мне надо в голове... То есть я хочу сказать, а у меня на иврите. И я вот это вот мбэканье и мэканье пока вспоминала слова, потому что как бы слова, они все сидят в черепной коробке. Но в тот момент, когда мы им не пользуемся, они уходят очень далеко. И поэтому, когда нам нужно достать это слово, то это практически невозможно. Оно где-то там далеко-далеко. Но как только вы начинаете нарабатывать, 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 это все выходит на передний план, эти все коробочки, и в нужный момент нужная коробочка открывается. Как бы так это работает в языках. Это был кошмар. То есть вплоть до того, что меня спрашивали, как дела, я хотела ответить, что что-то лучше, чем просто там сказать гуд или окей, или там еще что-нибудь такое. Все. То есть я вообще двух слов связать... Первый месяц это был просто тихий ужас. Просто тихий ужас. Потому что там месился французский, там был этот иврит лес постоянно. Я вообще уже не знала, на каком языке я разговариваю. То есть это был просто тихий ужас и кошмар. Я была в очень диском... Ну, дискомфортно себя чувствовала по этому поводу. Вот. И время шло. Я пошла учиться. И, конечно же, там было очень много презентаций. Там нужно было много делать разных работ. Писать, читать и, в общем, презентовать. Естественно, там уже разошелся у меня английский намного лучше. Но все равно еще чувствовалось какие-то... Тяжести. Иногда вы... Не высказать свою мысль, а когда уже, знаете, вы говорите, вы хотите высказать чего-то больше, уже вот этого немножко у меня не хватало. Вот. И потом я начала смотреть телевидение, стрела очень много, стала фильмов смотреть на английском языке, слушать. И как-то он стал ложиться у меня на слух очень хорошо. И это влияло, конечно, на мой разговор. Поэтому, в принципе, то, что касается жизни, я не боюсь. Но профессиональной деятельности, если брать, да, например, если выходить на работу, конечно, это будет сложнее. Чисто как бы технические слова не хватает. Построить более правильно предложение именно профессиональной области тяжелее, конечно, будет. Но, в общем, в общем, я себя чувствую, давайте будем говорить так, достаточно комфортно. По поводу, как бы, это с моей стороны. Со стороны уже, как бы, непосредственно канадцев я могу сказать так. Это все зависит, на какого человека ты попадешь. То есть, знаете, мы иногда и можем с русскоязычным человеком общаться и не понимать, о чем он нам говорит, да. То есть будем говорить на одном языке, но на разных языках. Так, все зависит от того, какой уровень английского, какой сам человек. Если человек задирый, он не понимает, что он разговаривает, или, по крайней мере, отказывается понимать, что он говорит с человеком, для которого английский не является родным языком и будет использовать разные непонятные словечки, то, конечно, это может быть сложно. У меня, могу вам сказать, далеко ходить не надо. Вообще у меня таких сильных сложностей не было. Ну, например, Костя говорит, что у него на работе, вот есть местное, с которым он работает. Он говорит, иногда говорит, я просто вообще не понимаю, что они говорят. Во-первых, непонятно, потому что сглатывается очень много слов. То есть ты до конца понимаешь одно, а на самом деле он сказал другое. И, во-вторых, просто они используют очень сложные слова. То есть, как бы, вы знаете, что на одну и ту же вещь можно двумя-тремя разными словами сказать. И они используют не те, которые используем мы, простые, простолюдины. А используют что-то более заковыристое. Ну, либо для того, чтобы ввести вас в такую, как бы, в затруднительную ситуацию. Либо потому что, ну, просто они такие люди, так и не привыкли действительно говорить. У меня такая ситуация, я могу вам честно сказать. Вы знаете, вот почувствовала я только один раз. Так я могу сказать. Когда я порширила к нашему новому преподавателю по музыке, как бы смешно это не было. Это произошло только сейчас. Потому что, видите, когда вы окунаетесь вот в это общение, там, где нет разделения, да, там ты иммигрант или не иммигрант. А просто, как бы, да, приходишь в то место, где ты просто делаешь то, что ты делаешь. Там, как бы, никто не считает, а, вот вы иммигранты, мы будем с вами говорить так, попроще. И он начал говорить. Смотрите, конечно, я понимаю, что он говорит. Но он иногда начинает что-то говорить, во-первых, на музыкальных каких-то терминах. И плюс он говорит какие-то такие вещи из области музыки, которые я не знаю. Ну, мы знаем слово песня, произведение, там, какие, композитор, там, ну, какие-то такие слова. Я знаю на английском языке. Но он может там сказать какое-то другое, более заковыристое слово. Я уже не всегда понимаю. И док говорит, мам, я не всегда понимаю, что он говорит. То есть, понимаете, то есть это все зависит от того, какого человека вы встречаете, какой язык он использует, понимаете. Потому что даже когда мы учили, мы когда учились в колледже, я училась в английском колледже здесь. И у нас один из предметов вел адвокат, юрист, юрист, адвокат, нотариус. Он, мы, значит, изучали международное право по вопросам бизнеса, international trade, какие-то общие понятия и так далее. И мне не было сложно слушать этот курс, потому что он преподавался как бы для людей, которые в колледже, которые, понятно, что многие иммигранты. И как бы это все было очень доступно. Сейчас тоже нужно понимать, у меня английский не совсем как бы уличный, да. То есть я не то, что прям с фильмов или с сериалов каких-то выучила его. Он как бы с фильмов и сериалов, мне это помогло разговориться, будем говорить так. А английский-то у меня, в принципе, и академический, и по учебникам. Но я училась, понимаете, это не то, что я там, ну, как сказать, английский у меня такой уличный совсем. Нет. Нет. Но в определенных кругах, в определенных ситуациях можно понять. Я не кищусь своим английским, сейчас не подумайте, нет. Потому что все равно есть трудности, все равно есть всякое такое. Но вы можете просто встретиться с таким человеком, когда вы даже, зная более-менее базовый хороший английский, не сможете его понять. Вот, поэтому. А по поводу того, что нет, я не боюсь, я уже, слава Богу, нахожусь в такой фазе сейчас, что я знаю, что я смогу объясниться в принципе в любой ситуации. Или, по крайней мере, если я не буду знать каких-то слов, я смогу как-то подобрать такие слова, что я смогу объяснить там, например, какое-то действие. Например, вот мне пришлось там два месяца назад полазить по больницам. И не всегда были слова, которые я знала. То есть какие-то основные слова, конечно, я там знала, но были иногда слова, которые не знали. Врач мне говорит, например, вот это вот вы ощущаете, я не знаю, что это. Он мне тогда, я говорю, объясните там попроще. Он объясняет мне, я понимаю. То есть вы не можете знать все, понятно, это не ваш язык. Бузя моя, как дела? Мы снесли телевизор вниз, потому что, я говорю, Костя, они у меня там приходят, валяются на кровати, топчутся, да, Каби? Да, наверху. Поэтому мама принесла вниз, чтобы вы были рядом с мамой. Идошка у нас... Сейчас мы проснулись, всех расправили, украли Костю на работу, позавтракали. Сейчас я же немножко пока вот отвечаю. Пока я немножко отвечаю на ваши комментарии. Пью кофе, а вот, Идошка играется. Что, ты хочешь мороженое? Да? Ну я чуть-чуть. Ты читаешь книжечку? Да. Ты вниз попрятана все книжечки. Какой цвет у этого слоника? Були. Блю. Були. А это мы, вот Валюша кушает уже, сели вот, вот какие вкусняшки у нас, рыбка. Да, взяли покушать, заехали по-ужину. Салатик. У меня рыбка. И Кабе. Кабе, а фу. Вот так. Заверните. А если вкусит. У меня никогда не падала камера. Так, сейчас у нас опять маленький перекусон. Время, правда, уже почти 6 часов. Не почти, половина шестого. И милкшейк в пути. Милкшейк в пути. У меня, да, без 10, 6. Мне какой-то дикий упад энергии, я вам говорю. Решила подкрепиться горячим бутербродом с сыром и с... Ну, с вот этим, с песто. Мам, ты не ешь песто? Проехали, ты пьешь это. Папа по дороге домой. У нас почему-то опять эта штука звенит. Которая Fire Alarm. Вот этот Fire Smoke Alarm. Что-то она стала раз в день попискивать. Хотя Костя поменял неделю назад батарейку. Почему-то происходит непонятно. Он заехал мне в библиотеку. Там еще кое-что забрать в библиотеке. Кое-какие книги. И заехать посмотреть батарейку. То есть, на самом деле, купить набор. Потому что они должны быть всегда свежие. Потому что фигня с батарейками такая. Ну, то есть, в основном это все знают. Но на таких предмет вещах, как вот этот Fire Smoke Alarm, они должны быть не просто в сроке батарейки. Они должны быть свежие. Потому что если батарейка, скажем, вот у нас батарейки, он купил новые два года назад. Батарейку, которую он вставил, написано, что как бы ее срок до 2017 года. Но время уже в 2017 год наступило. Пожалуйста, опикает. Опикает она, когда начинает садиться. То есть, они должны быть свежие. То есть, смотрите, что батарейка еще 2-3 года или сколько у них там срок жизни, должна еще работать. Потому что если она не работает, ну, вы покупаете ее, а ей, там, скажем, до 2017 года, можете ее уже сразу не брать. Ну, для часов, например, она еще пойдет. Но не для... Fire Alarm. Так. Я вчера делала китайское мясо. Я сейчас хочу немножко увеличить подливу и загустить ее. Хорошо. Хочешь еще добавку? Так, в общем, пошла загущать этот, как они называются. Катарейки в степлсе. Этих для... Ну, чтобы были на всякий случай. И купил еще память. Дополнительная была по 10 долларов. Вот счет. 22 доллара. Это было по скидке за 10, это было по скидке за 8, вместо 20. А, то есть было то 20 и то 20? Да. А это из-за того, что была немножко разрытая коробка, так по скидке была? Ну, потому что была коробка поцарапана, не были две. Но это до 21 года, вроде бы, срок годности у них. Супер, да. Как раз рассказывал, что они дорогие. Годности. Обычно 2 стоит 10 долларов. И это вместо 20-10. Обычно 2 стоят 20? Обычно 2 стоят 10. 2 стоят 10. А тут 4 за 10. Да. Ну, я думаю, что они запечатаны. Просто на всех такие наклейки были. Окей, хорошо, отлично. А, реклозит забыл. У меня это все реклозит. Не важно. Вик, сроку на тебе 5 лет. Недорогие. Беру все дорогие у нас. Будем надеяться, что она уже не будет пикать. После этого. Я так боюсь всегда, думаю, днем как начнет пикать, я не знаю, что там с этим делать. Да, Костя? Да. Ребята, я вам скажу так. Время 9.15. Я легла сейчас вечером. Мы сидели с детьми, я уснула на диване. Время, когда уже надо изделать что-то спать, я проснулась. Я не понимаю, с этим переходом времени что со мной происходит. С этой погодой, с этой весной. В общем, одним словом, я не знаю. Сейчас все немножко приберу, буду ложиться спать. Вам желаю доброе утро, хорошего дня. И спокойной ночи. Костя на меня удивленно смотрит. Пока, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...